привет друзья любите лосось солененький вкусненький жирненький а если он еще копченый сегодня я хочу с вами поделиться очередным рецептом посола интересного посола который мы делали в ресторане сервировать мы сами его будем с особым соусом который будет приготовлен на основе бальзамического уксуса ну и конечно же как всегда я сделаю крем который будет сочетаться с рыбкой в общем вы все это увидите рецепт который я сегодня хочу вам показать это скандинавский метод посола предназначен он только для жирной рыбы для жирной рыбы такой как например лосось семга это семга не дикая ее выращивают на фермах поэтому она в общем то такая жирная дикий лосось для нашего рецепта не подходит потому что у него низкий процент жирности и мясо в основном мышца следующий момент обязательно почистите чешую со шкуры потому что во время посола чешуя будет препятствовать проникновению соли ясно да рыба должна быть свежая потому что она у нас солится будет всего лишь 30 часов нам нужен с вами контейнер в который вы положите рыбу она должна лежать достаточно плотно свободного места не должно оставаться видите теперь давайте поговорим о соли и сахаре сколько же нам нужно лучшая соль для посола конечно же морская вот в данном случае вот посмотрите грубая конечно можете использовать каменную соль тоже которая предназначена для посола мелкую соль вот такую она нам не подходит ни в коем случае ее использовать не нужно потому что мелкая соль очень быстро начнет впитываться в мясо агрессивно вы выбиваете влагу ну короче говоря мы пересолим и не получим того нужного результата который нам нужно процент соли и сахара классически две части соль одна часть сахара я беру буквально стаканами и так я беру два полных стакана два полных стакана морской соли полный стакан тростникового сахара именно тростниковый сахар ни в коем случае не белый нам нужно получить правильный эффект когда мы соединим соль и коричневый тростниковый сахар во время посола у нас с вами образуется красивый карамельный цвет и этот карамельный цвет передаст цвет и вкус нашей рыбе всего сюда смешали и сейчас вот этим составом мы с вами покроем рыбу многие из вас смотрят на меня наверняка сейчас удивленные спрашивают нифига себе ты дал соли у тебя же рыба пересолится нет ребята она не пересолится скандинавы хорошо знают толк в посоле рыбы во первых мы с вами используем крупную соль крупная соль очень медленно тает поэтому она не будет так агрессивно действовать на рыбу второй момент как я сказал мы будем с вами солить жирную рыбу если рыба тощая этот посол конечно ее убьет она будет пересоленая а вот для лосося в самый раз ближайших видео я с вами поделюсь приготовлением масляной рыбы эскалара очень вкусная рыба но опасная для нашего кишечника но тем не менее это будет тоже интересный рецепт ну вперед слегка на дно насыпали кожей вниз и покрываем рыба полностью должна находиться в нашем составе поэтому я вам говорю контейнер должен быть прямо тютелька в тютельку вот рыбку положили чтобы у него по буквально по сантиметру по два было пространство и все что делаем дальше оставляем при комнатной температуре на 5-6 часов затем убираем в холодильник на 24 часа через 30 часов мы с вами встретимся и продолжим с ней работать бальзамический уксус ачетто бальзамико наверняка вы все знакомы с этим замечательным продуктом это все-таки больше не уксус это больше приправа кисло-сладкая приправа она готовится из виноградного сусла сусла это виноградный сок нефильтрованный приготовленный для приготовления вина виноградное сусло уваривается вдвое втрое до густоты получается как бы сироп и после этого сироп заливается в бочки и выдерживается ферментуется минимум три года вот этот уксус трехлетка потом уже идут более дорогие сорта которые выдержатся 12 лет 1820 есть даже супер дорогие эксклюзивные сорта которым сто лет первые упоминания о отчета бальзамико были еще в 1042 году в манускриптах в итальянских монастырях были найдены записи и упоминания о нем вы знаете почему называется бальзамико потому что в начале вот этот уксус использовался как бальзам для лечения ран и только уже позже его стали применять в кулинарии соус который мы с вами приготовим это маст хэв любого кулинара он подходит практически для всех блюд для рыбки как соленых так и жареных для мяса для колбас и различных мясных деликатесов типа прошуток и многих других сыровяленых изделий к сырам фруктам салатом к десертам мороженом то есть нет конца и края фантазии и применению этого замечательного солнца ни в коем случае не нужно использовать дорогие сорта бальзамического уксуса потому что вот этого трехлетка будет прекрасно звучать в нашем сегодняшнем рецепте три полных стакана по 250 миллилитров нашего уксуса также мы сюда с вами добавляем 100 грамм тростникового сахара из трех стаканов бальзамического уксуса мы с вами в итоге получим где-то приблизительно один стакан то есть мы с вами его сейчас будем уваривать существует три метода приготовления такой глазировки первый метод это просто вот уксус такой как он есть и он уваривается получается слегка сладковатый и достаточно агрессивный по своей кислоте второй вариант то что делаем мы с вами и третий вариант это один к одному одна часть уксуса другая часть сахара обычно это используется для десертов мороженого ну и тому подобное теперь включаем плиту максимальный огонь доводим до кипения снижаем температуру и увариваем до состояния сиропа ну вот посмотрите ребята все у нас закипело я чуть-чуть снижаю огонь периодически помешивайте чтобы у нас с вами не подгорел все-таки это уксус достаточно густой открывайте окна потому что невозможно очень сильный запах уксуса но результат того стоит кастрюлю обязательно возьмите широким дном кого дети как у меня так чтобы было максимальное испарение наш соус готов вот посмотрите прошло в среднем 30 минут как еще понять что он нужной густоты вот берете чистую ложечку опустили в соус соус не стекает видите как он лениво капает и он сейчас горячий когда глазурь остынет она будет еще гуще посмотрите как она у нас с вами на тарелочке эти он не стекает то делаем дальше берите стеклянную баночку заливайте охлаждайте оставляйте на своей кухне хранится он будет полгода год когда глазурь остынет я наполню вот эту бутылочку это специальные ресторанные бутылочки для украшения а вы сделайте уже как вам нравится соус у нас готов рыбку засолили встречаемся через 30 часов 30 часов прошли давайте продолжим работать с нашей рыбкой но вначале я вам хочу показать вот помните то что мы с вами делали соусик так вот видите какой он густой красота просто сказка просто сказка завтра мы с вами будем сервировать нашу рыбку и вы посмотрите каким образом я буду ее сочетать с этим соусом ну вот смотрите что она с вами получилось видите то что я вам говорил у нас прям сироп здесь вы обратили внимание что я не добавлял никаких специй вот эта рыба лосось она вкусно сама по себе не нужно портить никакими специями вот этот посол даст ей невероятный вы знаете аромат концентрированный вкус рыбный наш маринад он выступил нечто подобным вот как гриль для стейка вы же знаете как делается вкусный стейк он обжаривается на высокой температуре запечатывается так чтобы мясо было сочно то же самое произошло с нашей рыбкой вот этот маринад большое количество соли и сахара запечатала поверхность сконцентрировала все соки и весь вкус рыбный внутри поэтому эта рыба будет невероятно вкусно что мы делаем дальше вытаскиваем ее из соли очищаем вот видите она внутри мягкая а поверхность и и такое чувство как будто бы она высушена сожалению такое количество соли и сахара нам больше не понадобится будем выбрасывать ну что ж поделаешь как говорится качество и вкус требует жертв яблочный сок моем рыбу яблочным соком потому достаточно агрессивно соленая нам нужно и смягчить вкус соли в таком состоянии я оставлю рыбку подсыхать буквально на часок полтора после этого направляю ее в нашу коптилку копчу я на балконе холодным дымом температура копчения у меня в среднем 27-30 градусов не выше то есть мы получаем с вами отличное холодное копчение встретимся мы уже с вами завтра будем тестировать и сервировать друзья наша эпопея закончилась рыбку я покоптил 6 часов холодным дымом затем она у меня лежала 4-5 часов холодильнике отдыхала напитывалась соками необходимо ее попробовать и посмотреть что же у нас получилось но прежде чем я ее распечатаю покажу вам мы с вами сделаем вкусный крем для этого нам понадобится кремовый сыр я предлагаю сделать на основе балканского сыра это разновидность брынзы если у вас нет такого сыра купите сыр филадельфия балканский сыр и сыр филадельфия это достаточно жирный продукт 45 процентов жирности для того чтобы сбалансировать и наш крем не был тяжелый я добавлю греческий йогурт греческий йогурт тоже очень хорошо сочетается с рыбой я не буду делать большую порцию так чтобы вам просто продемонстрировать ну вот полная столовая ложка и столько же греческого йогурта все смешали пол чайной ложечки сахарной пудры щепотку черного перца небольшой зубчик чеснока небольшой кусочек огурчика я очищаю зеленую кожуру берем только белую плотную часть сердцевинка не нужна вот что вам нужно среднем столовую ложку свежий укроп небольшой пучок шикарно очень круто помните что брынза у нас с вами соленая ну вот ребятки вот что у нас с вами получилось ай какая красавица какой аромат кстати друзья если у вас нету коптилки или вы не любите копчености то на этапе мытья соком рыба ваша уже готова дайте полежать буквально полчаса поверхность подсохнет и можете сразу резать сервировать и кушать посмотрите какая красотища так вот она плотненько не сварилась вот таким вот образом будет идеальное сочетание наш крем и бальзамическая глазурь шикарный вкус просто сказочный сочетание нашего маринада с сахарком получился очень концентрированный рыбный вкус то что мы помыли рыбку яблочным соком мы тоже получили дополнительный флайва дополнительный вкус сок яблочный обладает сладостью кислинкой ну и конечно таким приятным послевкусием вот этот крем огурчик чесночок укроп сырок это классика с рыбой сочетается идеально бальзамическая глазурь дает дополнительную кислинку сладость и вот концентрированный виноградный вкус получается вы знаете невероятная комбинация бомбическая просто то есть для людей которые любят эксперименты кулинарные конечно это вот ваша тема но вы конечно же можете сервировать иначе сделайте классически белая булочка на нее маслица наша рыбка сладкий кофе прокат1000 ну и традиционно я вам покажу ресторанную сервировку Продолжение следует... Друзья, наше блюдо готово. Приятного аппетита, угощайтесь. На сегодня все. Надеюсь, что вам видео понравилось, вы узнали что-то новенькое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу каждому. Пока, увидимся в следующий понедельник.